Такие прогулки в семье Анастасии теперь нечастые развлечения. С начала карантина мама с дочерью стараются выходить из дому только в случае крайней необходимости. Хотелось бы выйти, но нельзя. Алиса четвероклассница. Из-за карантина занятия в школе отменили и теперь дети учатся дистанционно. У нас есть электронный дневник и туда скидывают разные задания. Допустим, еще завтра у нас будут онлайн уроки с учителями. Все уроки и оценки мама Алиса контролирует онлайн. Сама пока ходит на работу. Говорит, особых ограничений на время карантина у них в офисе нет. Обязанности маски носить у нас нет, но в течение дня у нас стоит дезинфектор. Нет, нам не грозит остаться без работы. Руководство входит в положение. А вот Яна работает диспетчером в аэропорту. И пока закрыто авиасообщение, она в вынужденном отпуске. Это або массовые урлёпы, это отпустки, або какие-то просто на свои рахунки отправляют, або навіть звільнення. Яна с семьёй переехала в Польшу из Новограда-Волынского шесть лет назад. На карантине она не скучает. Шьёт маски. В Польше на них тоже дефицит. Цена за одну почти 12 злотых. Это около 80 гривен. Яна купила. И первым делом её разрезала. Материал для масок тоже надо поискать. Яна нашла выход. Шьёт из салфеток и из цветной ткани. Самодельные маски Яна раздаёт друзьям и знакомым. Субтитры создавал DimaTorzok